Добрый день! Разговор сегодня пойдет о растяжении пильных цепей. Утром укорачивал клиенту цепь, сделал фото. Обратите внимание на износ режущего звена. Износа практически нет, а цепь уже растянулась до момента, когда хода натяжителя не хватает. А вот цепь полностью выработавшая свой ресурс. Обратите внимание, звенья режущие стерлись совсем. И в то же время она ни разу не клепалась, вылета шины хватает для ее натяжки. Тут возникает сразу два вопроса. Первый вопрос. В чем проблема? Выклепали одно звено, выклепаем и другое. Второй вопрос. Почему цепи тянутся по-разному? Начнем с первого. Дело в том, что при выклепывании второго звена расстояние по заклепкам увеличивается настолько, что цепь начинает опираться на звездочки не на оба лепестка одновременно, давая нагрузку по центру, а на край одного из них, вызывая дополнительную сработку и боковую нагрузку на подшипники. Это же происходит с ведущей звездочкой шины. То есть неравномерная нагрузка, цепь давит на один край больше и выходит из строя подшипник. Второй вопрос. Так от чего же зависит скорость растяжения и как мы влияем на этот показатель? Всем понятно, что цепи тянутся при нагреве. Законы физики никто не отменял. Металл при разогреве расширяется. А при трении само собой растет температура. Для снижения трения цепь смазывается маслом. Однако даже при нормальном смазывании цепи тянутся по-разному. Давайте разберемся в этом вопросе. Что делают производители для того, чтобы снизить растяжение? Смотрим цепь Штиль. Здесь на ведущем звене мы видим отверстие, задача которого разносить масло по шине. Видим перфорацию, задача которой удерживать масло по всей плоскости ведущего звена. И специальный канал, сужающийся кверху. Задача которого поднять масло с нижней части шины к точке, где соединительное звено опирается на верхнюю кромку шины. Три различных элемента для того, чтобы снизить трение. Как мы с вами видим, Штиль в этом направлении работает. Смотрим цепь Орегон. А вот цепь Орегон, само воплощение спартанской простоты, видим только через звено отверстия для продвижения масла по шине. Причина такой простоты в том, что соединительные звенья качественных производителей изначально выполнены из металла, стойкого к растяжению. И там, где Штиль старается дополнительно снизить нагрев исключением масляного голодания, Орегон считает, что металл имеет достаточную устойчивость к растяжению, даже при критически высоких температурах. Какой металл в китайских цепях, это вопрос. Но тянутся они в разы быстрее. И вот на этих двух пунктах производители умывают руки. Дальше уже все зависит от нас. Что же еще влияет на разогрев цепи? Первое, это работа тупой цепью. Там, где острый зуб делает быстрый пил, тупой задерживается в два, в два с половиной раза дольше. При этом у нас есть привычка давить на тупую цепь. За счет этого цепь разогревается гораздо больше. Выход из этого один, правьте цепи, правьте их. Второе, это использование сработанных шин. При движении цепи по поврежденной кромке шины, нагрузка на боковое звено такая, что металл стирается вплоть до заклепок. По сути, любое повреждение пильной шины ведет к дополнительному трению. А еще оно ведет к износу соединительного звена цепи, которая опирается на эту шину. И это опять же, само собой, в последующем будет вызывать дополнительное трение. Походу замкнутый круг. Поэтому, не жалейте деньги на шины. Стоимость одной китайской шины, как половина штилевской цепи. При этом цепь выходит в свои 4-6 цепей однозначно. Не экономьте и меняйте звездочки. При работе новой звездочкой цепь опирается на звезду краями ведущего звена. При этом нагрузка проходит по оси, поскольку равномерно на передний и задний лепесток. При работе на сработанной звездочке опоры для звена по бокам больше нет. И звено опирается непосредственно низом. Вот этой вот точкой упирается в звезду. В результате краешек цепи расплющивает. А вы помните, что зазоры по ведущим звеньям 1,1 мм. Вернее, до 1,1 мм. В результате расплющенный край попадает в паз шины, что тоже вызывает дополнительный нагрев. В финале поделюсь с вами самым действенным средством от растяжения цепей. Суть заключается в чем? Когда мы начали пилить, у нас цепь провисла. Что мы делаем? Мы остановились, цепь подтянули и продолжили работать. Так вот, мировые производители рекомендуют после того, как вы закончили работу, послабить гайки и вернуть шину чуть назад, для того, чтобы цепь провисла и при остывании она стянется. В нашем же случае мы их бросаем так, как они есть. И каждый раз при остывании цепь принимает текущую форму шины, то есть растягивается на те доли миллиметра, которые в итоге дают тот размер одного или двух звеньев, которые нам приходится выклепывать. В общем, какой итог? Правильно подбираем масло, правим цепи, своевременно меняем шины и звездочки. И тогда проблема растяжения цепи у вас отпадет вообще. Надеюсь, советы будут вам полезны. Подписывайтесь на наш канал, смотрите его. Спасибо вам за внимание. Спасибо вам за внимание.